Рад всех приветствовать. В данном уроке мы немножко поговорим о программе Skype. Точнее о том, как решить проблему с неработающим микрофоном. То есть речь идет о том, что вы говорите микрофон, собеседник вас не слышит. И это очень печально. Надо это исправлять. Сейчас я покажу, как данная проблема решается непосредственно в самой программе Skype. А также покажу, как настраивать сам микрофон и как выбирать устройство, если у вас несколько микрофонов. Итак, на данный момент у меня на ноутбуке два микрофона. Это стандартный и тот, в который я сейчас говорю. И давайте посмотрим, как этим всем управлять. Итак, заходим в программу Skype. Нажимаем инструмент настройки. Нажимаем настройки звука. И, как видим, микрофон у меня сейчас работает. Бегает зеленый ползунок. Это значит, что микрофон работает отлично. Если я сейчас напротив пункта микрофон выберу другой микрофон, то, естественно, звук у меня будет работать меньше, потому что я сейчас нахожусь дальше от этого микрофона. Если он у меня будет вообще отключен, то звука в Skype не будет. Итак, для того, чтобы переключаться между микрофонами, используем вот эту вот штуку здесь. Если у вас вообще нет никаких устройств, тогда в этом случае, скорее всего, проблемы могут быть с драйверами. Кликаем кнопку пуск, пишем диспетчер устройств. Смотрим звуковые устройства и проверяем, чтобы здесь были установлены все драйверы. Если они у вас установлены, тогда идем дальше проверяем. Нажимаем кнопку пуск, пишем микрофон. Управление звуковыми устройствами. И вот наши микрофоны. Как видим, я снова говорю в данный микрофон и у меня бегает ползунок. Это значит, микрофон работает. Если он отключен, вот давайте я стандартный сейчас отключу. То микрофон вообще из списка пропадает. Соответственно, если у вас отключен микрофон здесь, а в скайпе вы его пытаетесь включить, то, естественно, вы его не найдете. Для того, чтобы включить, нажимаем показать отключенное устройство и правой кнопкой включить. Все, микрофон включен. Далее, здесь желательно оставить такие настройки, как сейчас установлены. Либо же, если у вас какие-то проблемы, можете поставить вообще действие, не требуется. Что еще? Мы можем кликнуть правой кнопкой мыши по микрофону, который у нас сейчас работает. То есть, он по умолчанию вот этот. Выбрать свойство. Выбрать уровни и поставить высший уровень. Также можем поставить усиление микрофона. Соответственно, вас будет слышно очень хорошо. И меня сейчас, наверное, будет слышно очень хорошо. Я даже не знаю, что теперь с этим делать. Вот, если вы слышите видео сейчас очень громко, то у нас все в порядке. Сильно на меня не ругайтесь. Давайте еще раз. Так, сделаю, приглушу его. Окей. Окей. Все. Вот таким образом, при помощи настроек микрофона, мы можем регулировать звук в скайпе. А также регулировать подключенные микрофоны непосредственно к компьютеру. То есть, если у вас их несколько, вы выбираете, какой вам нужен. Все. Надеюсь, я вам помог. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.